Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связано тоже с фото-видеотехникой, но только для смартфонов. Более конкретно на моем канале был адаптер для телефонов, который приспособлен для телефонов достаточно стандартных размеров, так называемых. И достаточно хорошо все закрепляется и устанавливается, как, например, на моем смартфоне Asus Zenfone 8 Flip. Не устанавливали стандартные крепления металлические, но единственное пластиковое, с прищеткой можно было установить, но это ненадежное крепление. Из-за толщины смартфона в результате мне пришлось вот купить. Ну и вот второй вариант, практически того же самого, только единственный данный адаптер приспособлен для увеличительных устройств. Так, у меня на канале есть увеличительные устройства этой же фирмы, Апиксель, которые у вас сейчас находятся справа в стандартном их чехле упаковки. И вот они, ну там может быть установлены именно различные увеличительные элементы, это там телескопы, микроскопы, ну и так далее. Для того, чтобы снять либо фото, либо видео того, что вы достаточно подробно и детально хотите изучить в последующем. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Давайте смотреть, что пришло у нас в коробке. Вот пришла вот такая коробка, стандартная их. Здесь вот продемонстрировано, для чего можно использовать, как я говорил, для телескопов, либо для микроскопов. Здесь их стандартная аббревиатурка. Также здесь можно использовать для различных вариантов, в том числе и для стандартных моноклей, либо биноклей, микроскопов, ну и так далее. Различных вариантов. И вот здесь вот продемонстрированы основные функциональные особенности данного адаптера на смартфон. Ну, во-первых, размеры продемонстрировано. Сделано все конкретно из пластика, за исключением металлического элемента. Хотя, может, и тоже пластиковый. Просто на предыдущем адаптере там был металлический элемент, куда вкручивалась линза. Если оно того, что не вкручивалось, может быть и из пластика. К размеру смартфонов от 66 до 95 миллиметров в ширину. Так, ну, а непосредственно сами увеличительные устройства, а именно глазок, должен быть от 23 до 50 миллиметров. У меня там, по-моему, 30 как раз подходит. Так, здесь их стандартная пломба. Сейчас мы ее разорвем. Так, ну и внутри у нас находится само устройство. Здесь стандартные резиновые прокладки для того, чтобы у вас надежно все устанавливалось, крепилось и так далее. И есть еще какая-то инструкция. Сейчас мы ее подробно рассмотрим. Само устройство. Ну, металл-прокладочные элементы в прошлый раз тоже были стандартные для того, чтобы у вас возможно было установить надежно и замечательно. Так, и у нас идет инструкция на трех, они на множественных языках. Китайский, английский, японский, немецкий, испанский и французский. Русского, увы, нету. Может, что из себя представляет такая вот инструкция. Ну, а здесь вот на английском. Немецкий, испанский, французский. Ну, тут китайский и японский. Вот это вот японский, тут китайский. Ну, как всегда, есть комиксы. Если что, можно по этим комиксам все достаточно хорошо и надежно установить. Вот такая вот у нас здесь инструкция есть. Так, ну и само устройство. Кстати, все из пластика, да, здесь прорезинено. Поехали сюда. Установить нужно линзу смартфонов. Здесь стандартное у вас разрежение. Здесь можно приспособить, где у вас находится линза, посередине, с краю. С одного, со второго. Так, дальше. Ну, и вот здесь вот не видно, не видно. Калибровка нарисована от 20 до 55 где-то миллиметров. Как я говорил. То есть можно надежно защимить. Вот здесь у нас есть выступы. Ну, и давайте сейчас посмотрим, как это все дело совершается. Нет, откроем наш увеличительный. Вот был на моем канале. Шестикратное увеличение. 20 миллиметров у нас отверстие. Так, вот здесь у нас глазук, куда мы смотрим. Ну, а здесь у нас, соответственно, направляем, куда смотрим. Ну, и давайте сейчас установим. Ну, это в таком виде установится. Вот здесь вот небольшая у нас монокуляр. Поэтому он хорошо держится. Фиксируется достаточно хорошо, надежно. И можно в дальнейшем применять и использовать. Ну, и давайте сейчас, наверное, примеры вставлю. Заодно посмотрим, как у нас устанавливается один смартфон. Да, я уже не буду устанавливать. Ну, и посмотрим, как это устройство помогает рассматривать объекты на удалении. Ну, и давайте посмотрим, как это устройство будет функционировать при помощи смартфона. Так, вот видим затемнение в углах. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я вам продемонстрировал адаптер для смартфона, чтобы закреплять ваш смартфон на увеличительных устройствах, для того, чтобы снимать те или иные объекты вблизи, ну, и в дальнейшем рассматривать и, соответственно, проводить какие-то действия над данными, фотографиями, либо видеосъемкой, ну, либо вставлять куда-то. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил у адаптера смартфона для увеличительных устройств. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!